Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать 22 главу книги Иова. Как вы помните, настало время третьего раунда в интеллектуальном сражении Иова с тремя его друзьями. На ринг вышел Элифас со своей третьей речью. Он бросает жестокие и абсолютно надуманные обвинения против Иова. В конце концов, он предлагает Иову принять спасительную милость Бога, и вот тут его слова начинают восприниматься почти смехотворно. Ведь мы уже давно слышали искреннее и твердое заверение Иова «А я знаю, Искупитель мой жив». Но Элифас этого не помнит или не желает помнить и твердит, и твердит только одно. «Иов согрешил каким-то тайным и непростительным грехом, и за это Бог наказывает его». Элифас предлагает Иову обратиться к Богу, не замечая, что тот сам того желает. Элифас говорит ему «Обращение к Богу принесет тебе благо». И это верно. Однако здесь следует добавить, что благо, полученное от Бога, может вовсе не соответствовать благу в нашем представлении, и в частности тому, что подразумевает Элифас. Иногда Божье благо предполагает наказание, если мы того заслуживаем. Итак, обратимся к двадцать второй главе книги Иова и прочитаем двадцать второй и двадцать третий стихи. «Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего». Все друзья Иова повторяют одно и то же. «Иов, в твоей жизни есть какой-то тайный грех. Исповедуй его и обратись к Богу». Они говорят с ним так, будто он вообще никак не связан с Богом. Прочитаем стихи с двадцать четвертого по двадцать шестой. «И будешь вменять в прах блестящий металл, и в камни потоков золото афирское. И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя. Ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое». Элифас полагает, что Бог с Иовом враги, но это совсем не так. Такой взгляд на отношение Бога и человека по-прежнему остается самым большим препятствием на пути проповеди Евангелия. «Люди-грешники, это должно быть ясно всем. Но Бог сегодня не враждебен миру. Бог примирился с миром. И нам с вами не надо ничего делать, чтобы примириться с миром. Все сделал для нас Христос. Бог примирился и, протягивая руку спасительной благодати миру, говорит, «Вы можете прийти ко мне, но вы должны прийти так, как я вам скажу. Вы должны прийти через того, кто сказал вам, я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И если вы придете так, как велел Он, то можете с дерзновением приходить в присутствие Бога. Бог встретит вас с радостью и с великими благословениями». Как видим, Элифас придерживается неверных представлений о Боге. Он также не оказывает Иову никакой помощи или утешения. А теперь давайте перейдем к изучению 23 и 24 глав книги Иова, в которых мы прочитаем седьмой ответ Иова на речи его друзей. Он в седьмой раз будет отвечать своим друзьям, выражая глубокое стремление к Богу. Иов хочет представить свою беду Богу. Он начинает чувствовать, что Бог испытывает его и ведет его через трудные испытания. Прочитаем первый и второй стихи. И отвечал Иов и сказал «Еще и ныне горька горечь моя, страдания мои тяжелее стонов моих». Иов здесь говорит «Вы слышите, в каком я состоянии? Вы слышали мои жалобы, но мне гораздо тяжелее, чем я могу сказать или показать». Прочитаем третий стих. «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его!» Иов хочет предстать перед Богом. Было бы чудесно, если бы его друзья могли привести его к престолу благодати. Престол суда Иову не нужен. Он уже побывал там и был наказан. А теперь кто-нибудь должен привести его к Богу. Прочитаем четвертый стих. «Я изложил бы перед ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями». Он говорит, что хочет предстать перед Богом и защитить себя. Друзья мои, здесь Иов ошибается. Никто не может предстать перед Богом, чтобы защитить себя. Приходя к Богу, мы должны признавать свою вину, а не защищаться. Мы все виновны. И мы увидим, когда Иов предстанет перед Богом, он не будет защищаться. Его настроение полностью изменится. Прочитаем пятый стих. «Узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне». Иов хочет знать, что Бог скажет ему. Он хочет знать, где найти Бога. И я могу вас заверить. Любой, у кого в сердце есть такое стремление к Богу, найдет его. Бог встретится с ним. Прочитаем стихи с шестого по девятый. «Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мною? О, нет! Пусть он только обратил бы внимание на меня. Тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судей моего. Но вот я иду вперед, и нет его. Назад и не нахожу его. «Делает ли он, что на левой стороне я не вижу? Скрывается ли он на правой? Не усматриваю». В суете поисков, в метаниях из стороны в сторону Бога не найти. Вы можете думать, что он далеко, но он близко. Ближе, чем ваша собственная рука, ближе, чем ваше собственное дыхание. Он совсем рядом. Иов же говорит, что мечется повсюду в поисках Бога. Прочитаем десятый стих. «Но он знает путь мой. Пусть испытает меня. Выйду, как золото». И вот перед Иовом начинает брежить свет прозрения. Он думает, меня испытывают с какой-то определенной целью. Я не знаю и не понимаю, что это за цель, но Бог пытается достичь ее в моей жизни. Друзья мои, была ли у вас возможность на примере своей жизни всем сердцем убедиться в том, что беда укрепляет вашу веру и что скорби помогают вам упрочить ваши нравственные устои и сформировать характер? Вы чувствовали когда-нибудь силу и утешение Бога во время бури? Бог никогда не обещал нам, что мы избежим бури. Но Он обещал, что мы обязательно достигнем спокойной и мирной гавани. И этого Его обещания мне достаточно. Прочитаем далее одиннадцатый и двенадцатый стихи. «Нога моя твердо держится стези Его. Пути Его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст Его не отступал. Глаголы уст Его хранил больше, нежели мои правила». Иов стремится к Слову Божию и следует ему. Однако на его примере мы узнаем, что некоторые уроки Слова Божия нельзя понять, изучая один только текст Писания. Некоторые истины Божии можно усвоить только на собственном опыте. Причем таких истин довольно много. Далее в двадцать четвертой главе Иов продолжает отвечать своим друзьям и становится чересчур многословным и скучным. Элифаз призывал Иова в свои речи. Сблизься же с ним. Но Иов и без Элифаза испытывает желание найти Бога. Он знает Бога как Искупителя. Вы наверняка помните, что Иов так уже однажды называл Бога. И он никак не может понять, что же с ним происходит. Ему нужны утешение, помощь и свет с небес. То, чего ему не смогли дать его друзья. Элифаз попытался выяснить, какой же страшный грех совершил Иов. А в результате Иов стал еще сильнее защищаться. Он даже задает новый вопрос. Почему Бог так требователен ко мне, если на других людей, грехи которых совершенно очевидны, он смотрит сквозь пальцы? Этот вопрос ложится в основании его аргументации в двадцать четвертой главе. Прочитаем первый и второй стихи этой главы. Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие его не видят дней его? Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя. Здесь Иов перечисляет очевидные грехи других людей. И некоторые из окружающих его поступали бесчестно, передвигая межи и угоняя чужие стада. Прочитаем третий и четвертый стихи. У сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола, бедных сталкивают с дороги, все униженные земли принуждены скрываться. Беззаконники нечестно ведут дела, пользуются слабостью других людей, обижают бедных. Прочитаем шестой стих. Живут они на поле не своем и собирают виноград у нечестивца. Нечестивец собирает такой же урожай, как и праведник. Почему так происходит? Вопрошает Иов. Нечестивцы убивают, грабят, прелюбодействуют, и тем не менее им все позволено. Позволено сойти в могилу вместе с праведниками. Прочитаем девятнадцатый стих. Засуха и жара поглощают снежную воду. Так преисподние грешников. Нечестивцы не только сходят в могилу примерно в том же возрасте, что и остальные. Создается впечатление, что справедливость никогда не восторжествует по отношению к ним. Иногда даже кажется, что они пользуются особой благосклонностью судьбы. Именно такая ситуация складывается сейчас. Иов в тяжелейшем положении. Он болен и разорен, а нечестивцы живут припеваючи. Иов говорит, я не могу этого понять. Я хочу знать, почему именно на меня обрушились все эти несчастья. Прочитаем двадцать пятый стих. Если это не так, кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою? Друзья Иова не смогли ему помочь. Они только лишний раз дали ему повод пожаловаться. В своем служении я слышал этот вопрос, наверное, тысячи раз. Почему Бог допускает, чтобы такое происходило со мною? Люди задают этот вопрос постоянно. Этот вопрос задает Иов. Почему Бог допускает, чтобы такое происходило с ним? Иов думает, я такой порядочный человек, а люди вокруг такие нечестивые. Так почему же это происходит со мной? То же самое спрашивают тысячи людей. Иов не понимает Бога, но он не понимает и себя. И, несмотря на это, у него есть великая вера в Бога. А сейчас мы с вами переходим к изучению двадцать пятой главы книги Иова, в которой мы узнаем, что сказал в своем третьем слове Вилдад. Это будет последним выступлением Вилдада, и оно, к счастью, будет кратким. Мне кажется, он начинает видеть свет. Он становится более рассудительным. Быть может, он думает, если Иов виноват, то почему же он не сдается под напором всех аргументов, которые мы против него выдвинули? А Иов действительно все еще держится, не сдается и сопротивляется. Не забывайте о том, что Вилдад – традиционалист, который уверен в том, что Бог неизменно следует определенным законам. Традиционалисты считают, что в жизни ничего не должно меняться. Раз уж установленный порядок вещей сохранялся в течение тысячелетий. Вилдад – тот самый ученый, который берет какие-нибудь органические соединения, помещает их в пробирку и, проведя ряд лабораторных опытов, заявляет «Смотрите, именно так образовалась на земле жизнь». Закон Бога гласит, что Бог наказывает грешников. И тем не менее, Вилдад удивлен, почему Иов не сдался и не признал свое поражение, раз он грешник. Сегодня есть немало людей – и богословов, и ученых, которые любят вести очень умные научные речи, в особенности о происхождении земли. Создается впечатление, что им совершенно точно известно, что делал Бог в определенных обстоятельствах два миллиарда лет назад. Нашему поколению очень хорошо промыли мозги. Но, несмотря на это, я остался одним из самых больших скептиков по части теории эволюции. Претензии на глубокое знание совершенно необоснованы. Друзья мои, этим людям неизвестно даже то, что произойдет завтра. А как же они могут с такой уверенностью заявлять, что происходило два миллиарда лет назад? Да они попросту обманывают себя и тех, кто их слушает. Я от них, честно говоря, уже немного устал. Неужели кто-то из ученых точно знает, как происходило все, о чем говорится в первой книге «Бытие»? Мне кажется, появись сейчас, Моисей, и услышь наше научное объяснение, он бы улыбнулся и сказал, «Да, эти ребята многое узнали с тех пор, как я написал книгу «Бытие». Они наверняка знают даже больше, чем я». Но Вилдаду, равно как и нашим современным интеллектуалам, нужно помнить, что пути Божии неисповедимы. Прочитаем первый и второй стихи двадцать пятой главы. «И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал, держава и страх у него, он творит мир на высотах своих». У Вилдада возвышенное представление о Боге, что само по себе очень хорошо. Прочитаем третий стих. «Есть ли счет воинством его, и над кем не восходит свет его?» Последний вопрос, наверное, лучше перевести по-другому. «Существует ли тот, кого не превосходил бы свет его?» Другими словами, Бог превыше всего. Прочитаем четвертый стих. «И как человеку быть правым пред Богом? И как быть чистым, рожденному женщиною?» Хороший вопрос. Его давно надо было бы задать, еще в самом начале дебатов. Однако, хотя Вилдад и ставит правильный вопрос, правильного ответа у него нет. Прочитаем пятый стих. «Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты пред очами его». Кстати, мы уже побывали на Луне и обнаружили, что она действительно довольно грязна. Она покрыта пылью, грязью и вулканическим пеплом. Там не очень удобно и не очень приятно проводить пятники. Там совсем не так романтично, как здесь, на Земле, под светом Луны, на первом свидании с девушкой. Да и Марс наверняка нечищем. А перед очами Бога нечистые звезды. Прочитаем шестой стих. «Тем менее человек, который ест червь, и сын человеческий, который ест моль». Есть люди, которые не хотят признавать этот факт. Ученые-эволюционисты говорят, что какими-то дальними предками человека были черви. Нет, мы не произошли от червей. Мы и есть черви. Такими считает нас Бог. Как может человек, рожденный от женщины, быть чистым перед Богом? Вот вопрос. Это хороший вопрос. Вопрос вопросов. Но у Вилдада нет на него ответа. Ответ есть только у Господа Иисуса Христа. А далее в главах с двадцать шестой по тридцать первую из книги Иова мы познакомимся с восьмым ответом Иова. Это самая длинная его речь. Она занимает целых шесть глав. Иов говорит о своей вере в Бога, своего Создателя. И слушая Его, мы начинаем понимать, в чем его беда. Прочитаем стихи с первого по третий из двадцать шестой главы. И отвечал Иов и сказал, как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного. Какой совет подал ты немудрому и как во всей полноте объяснил дело. — Вилдада, у тебя нет ответа для меня, — говорит Иов. — Сафар, ты не смог мне ответить. — А твои ответы, Элифас, мне тоже не помогли. Вы много говорили, но ничего толкового не сказали. Друзья сказали Иову немало правильных и хороших вещей, но никакой пользы от их речей не было, потому что ни один из них не смог убедительно ответить на вопрос. Почему же страдает Иов? Прочитаем четвертый стих. — Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходил из тебя? — Кому ты говорил эти слова, — спрашивает Иов. Вилдад наконец-то задал правильный вопрос, но ответа на этот вопрос у него нет. И все его разговоры также никому не помогли. Так Иов начинает свою очередную речь, в которой он раскроет свою душу. У него есть что сказать. Мы услышим от него несколько великих истин. В частности, он будет говорить о творении и о Боге, как о Творце. Прочитаем стихи с 5 по 7. Рифаимы трепещут под водами, и живущие в них. Преисподняя обнажена пред ним, и нет покрывала Аввадону. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Много было разговоров и споров по поводу того, что значит слова Иова «он распростер север над пустотою». Одни ученые утверждали, что над Северным полюсом на небе существует пустота, то есть пространство, где нет звезд. Это место даже называли Северной дырой. Однако теперь у нас есть очень мощные телескопы и радиотелескопы, и мы обнаружили, что куда бы их ни навели, в какую бы сторону ни направили, «небо везде наполнено мириадами звезд и далеких вселенных». Вот Иов и говорит, что Бог повсеместно заполнил небесную пустоту, ибо Ему под силу сотворить нечто новое и заполнить любое пустое место. Даже сам космос, межпланетное пространство, тоже творение Бога. Звезды в космосе находятся на расстоянии миллиарда световых лет друг от друга, что не позволяет им сталкиваться друг с другом, как машинам на наших автострадах. Тот самый космос, который создал Бог и поместил между ними. А что такое космос? Некоторые могут ответить «ничто, пустота, вакуум». Это самый простой, но наверняка не самый правильный ответ. Ведь это «ничто» создал Бог и поместил в нем небесные тела, чтобы вселенные не сталкивались друг с другом. На этом мы остановимся и прервем наше повествование, чтобы продолжить его в следующий раз. Всего вам доброго, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова